Песни и музыка Это во все времена играли в жизни страны огромную роль. Благо талантами Самара никогда не была обделена. А где этими талантами делиться, как ни на конкурсах и фестивалях. Тем более, что они объединяют опыт поколения и передают национальный колорит. Городская еврейская национально-культурная автономия Тарбут-Лаам выполняет много очень важных функций. Это и сохранение языка, культуры, традиций еврейского народа. Но это и задачи по сплочению городского сообщества, по объединению разных национальностей, проживающих в нашем городе. И наиболее эффективно эту работу можно выполнять, делая мероприятия для нашей молодежи. Объединяя молодежь, воспитывая ее. Только так мы сможем сплотить, что называется, с молодых ногтей нашу нацию. Для искусства нет границ, рамок и сложных ситуаций. Во все времена музыка вдохновляла и поднимала дух. И современные обстоятельства не исключение. В нынешнем 2020 году, который объявлен Годом памяти и славы, городской еврейской национально-культурной автономии совместно с Духовым муниципальным оркестром проводится патриотическое мероприятие, посвященное именно памяти военных лет. Впервые в истории на фоне ограничительных мер были применены современные технологии для организации концерта. И стоит отметить, что все прошло просто блестяще. Не было ни одного сбоя, заминки, при том, что многие вещи и сам формат концерта происходили впервые. Сегодня я выступаю перед вами не как музыкант, как дирижер, а как руководитель общественной организации, которая называется городская еврейская национально-культурная автономия, Тарбутлаам, то есть культура народу. Наша организация получила субсидию администрации города Самары на проведение фестиваля юных исполнителей «Музыка военных лет», посвященной 75-летию Победы. Осознавая судьбоносность Победы в Великой Отечественной войне, для всего человечества даже в таких условиях организация, проведение и исполнение полноценной программы с участием известных самарских коллективов очень важно как для самих артистов, так и для публики, пусть даже виртуально. Работать и принимать участие в разных проектах концертного духового оркестра – это очень-очень интересно и вдохновляюще, потому что каждая репетиция, каждый концерт, все время проведенное с большим количеством профессионалов, оно очень запоминается и откладывается в голове. И поэтому я считаю, что вот эти работы в этих проектах для меня, наверное, одни из самых важнейших проектов сейчас на данный момент. Тематика военная очень важна сейчас в это время, и мы очень рады, что всегда нас приглашают в такие проекты, и думаю, что принимать участие в таких проектах очень захватывающе и очень интересно. Эту песню считают одним из неформальных символов Великой Отечественной войны. Песня «Катюша» появилась за три года до начала войны. Песня посвящена переживаниям девушки, разлученной со своим возлюбленным, бойцом на дальнем пограничье. Это лирическая песня о любви и верности пограничнику. Ее с удовольствием пели до войны и молодые, старые, пели дома и на демонстрациях, тихо и громко. В годы войны ее запели с глубоким и тревожным чувством. Сегодня со сцены эта песня звучит с не менее проникновенным чувством. Конечно, выступать перед пустым залом, где не было ни единого зрителя, было немного не по себе, признаются артисты. Однако в этом было что-то такое, знаковое для всех и лично для каждого. Я, конечно же, вспоминаю своего прадедушку, прабабушку. У меня прадед воевал, и я очень горжусь тем, что он остался жив после войны. И я хочу, чтобы каждый вспоминал то, что было такое время. Волнение артистов чувствовалось, но никто, ни один из них ему не поддался. Все они выступили, наполняя зал своей энергией. Донести до зрителя мысль, когда ты не видишь его в глаза, безусловно, очень сложно. Но, однако, мы вкладываемся в три раза сильнее, больше и работаем мощнее, и это чувствуется. Песня военных лет. Вместе с отчизной она стала в солдатский строй с первых дней войны и прошагала по пыльным и задымленным дорогам войны, до победного ее окончания. Песня помогала переносить холод и голод, тяжкий многочасовой труд во имя победы. Стихи и песни вели в бой, а не стали разящим оружием. Пьется в тесной печурке огонь, на поленьях смола, как слеза, И поет мне в землях и гормон про улыбку твою и глаза. Про тебя мне шептали густы в белоснежных полях под Москвой. Я хочу, чтобы слышала ты, как тоскует мой голос живой. Муниципальный концертный духовой оркестр создан в 1992 году. Оркестр – обладатель гранта правительства Самарской области за программу «Виртуоза Самарской губернии», лауреат всероссийских и международных конкурсов, художественный руководитель и главный дирижер, заслуженный артист Самарской области Марк Львович Коган. Коллектив оркестра на каждом своем выступлении старается найти какую-то изюминку, придумать что-то новое, чтобы порадовать зрителей. Я в холодной землянке тепло от моей негасимой любви. Это поднимает народное искусство достаточно молодых народов, ну, относительно других, на очень хороший уровень. И уже педагоги, даже не побоюсь это сказать, педагоги, руководители национальной самодеятельности, они по-другому немножко начинают относиться к своей работе и понимать, что народное искусство их не является каким-то краем. Культура – это центр культуры. Любая национальная культура – это центр. Все дальше вглубь истории уходит событие, связанное с Великой Отечественной войной. Передать эстафету памяти, показать школьникам величие и самоотверженность подвига советских людей, завоевавших победу – одна из задач этого онлайн-концерта. Музыка военных лет, она именно и учитывает детскую, юношескую аудиторию. Это целевая наша аудитория. Более того, что не только оркестр принимает в этом проекте, но принимают как бы участники художественной самодеятельности общего образовательного школа городского округа Самары. Спустя много лет, когда война давно миновала, мы можем лишь поражаться той поистине магической силе музыки, способной воодушевить великое множество людей, вдохнуть в них веру в национальное достоинство. Все организаторы, все участники именно с душой отнеслись к этому мероприятию, потому что тема очень, тема мероприятия действительно очень волнительная, очень трогательная, и мы, взрослые, уверены, если память об нашем историческом прошлом будет жива, если мы об этом будем говорить, то у нас есть светлое будущее. Музыка Яркими, зрелищными получились совместные творческие номера оркестра. Более полутора часов участники концерта дарили радость. Программа концерта прошла на одном дыхании. Красочный разнообразный костюм, интересные творческие решения. В нашем репертуаре очень много танцев посвящено победе. Нам предоставилась такая прекрасная возможность выступить, и мы очень этому рады. Мы собраны и готовы выступать. Все-таки какие эмоции вы испытываете, когда вы танцуете под такие песни? Мы испытываем эмоции, гордость за нашу страну, за то, что воевали наши предки и действительно выиграли войну. Мы испытываем гордость. Соглашаюсь со всеми словами, сказанными ранее, и мы будем танцевать под военную песню «Ах, эти тучи в голубом». Артисты надеются, что зрители будут пребывать в позитивном настроении и даже дома смогут насладиться настоящим искусством. Верят, что музыка послужит стимулом к тому, чтобы слушатели никогда не теряли свое вдохновение, даже в сложившейся ситуации. Нам очень любезно предоставил свой концертный, роскошный зал Дворец культуры «Нефтяник», за что мы очень благодарны. Дворец культуры «Нефтяник», конечно, не мог не принять участие в праздновании этой знаменательной даты – 75-летия Победы. С Самарским муниципальным духовым оркестром мы сотрудничаем уже не первый раз. Совместно мы проводили и недавно наш юбилей – 65-летие Дворца. Сегодня наш коллектив «Бального танца «Антарес» участвует в съемках этой программы. Мы в дальнейшем планируем проводить совместные проекты на нашей замечательной сцене. Духовой оркестр является постоянным участником городских мероприятий, выступает на улицах и площадях, парках и скверах. В летнее время проходят еженедельные концертные программы на набережной реки Волги. Проводятся концерты для детей школьного возраста, в том числе и для воспитанников детских домов и школ-интернатов. Огромной популярностью пользуются танцевальные программы для ветеранов и пенсионеров. За более чем 20-летнюю историю своего существования оркестр уверенно занял собственную нишу в культурной палитре города, стал одним из любимых коллективов горожан. Коллектив неоднократно доказывал свой высокий профессионализм и мастерство, принимая участие во всероссийских конкурсах духовых оркестров. С Самарским концертным муниципальным духовым оркестром мы сотрудничаем уже не первый год. И участие оркестра, поддержка оркестра – это то, что делает мероприятие оригинальными, самобытными, незабываемыми. Живой звук, живой звук духового оркестра, естественно, придает мероприятию совершенно иное звучание. Он окрыляет исполнителей. И поэтому неудивительно, что с такой радостью молодые наши вокалисты и ребята, которые занимаются хореографией, принимают участие в этих фестивалях. Онлайн-концерт – это новый формат культурных событий Самары, который дарит отличное настроение, вызывает улыбку и дает возможность почувствовать себя частью большой семьи, где царит любовь к жизни, к музыке, друг к другу. Это не просто концерт, это событие, в котором мы все вместе создаем историю. Этот онлайн-концерт вы сможете увидеть на телеканале «Самара ГИС», и мы будем счастливы получить ваши отзывы. Положительные, естественно. Мы в России сталкиваемся с испытаниями не впервые, но так уж мы устроены, что какими бы ни были обстоятельства, которые нас могут разъединить, мы всегда еще сильнее объединяемся. Национальные особенности делают нас всех уникальными. Президент России Владимир Владимирович Путин на заседании Совета по национальным вопросам говорил о том, что каждый россиянин должен быть сопричастен к истории нашей страны. В исполнении этих слов, в исполнении глубокой, глубинной сущности как раз и проводятся такие мероприятия, когда каждый его участник словно становится частью той великой победы, становится сопричастным той истории, того подвига, который совершили наши деды и прадеды во имя нашего настоящего. Конечно, пандемия существенно повлияла на культурную жизнь в городе, иначе строят свою работу театры, кинотеатры, концертные залы. Произошел расцвет онлайн-технологий в области культуры, и это как стимул к развитию онлайн-коммуникаций. Жизнь не останавливается. Новое время ставит перед нами новые вызовы. И то, как мы сможем пройти через них, будет характеризовать уже нас самих. Будет характеризовать то, насколько хорошо мы понимаем друг друга, насколько крепки наши братские узы, насколько мы можем перестраиваться в новых условиях. Действительно, онлайн-мероприятия открыли перед нами новые технические возможности. Количество зрителей, которые могут прийти на закрытые площадки нашего города, ДК Литвинова или ДК Заря, ограничены. Во время как онлайн-аудитория безгранична, и любой зритель может приобщиться к тем традициям, которые бережно сохраняются вместе с национально-культурными центрами нашего многонационального города Самары. Субтитры подогнал «Симон»!